Здравствуйте! Вы смотрите программу «Разговор по душам» и я, ее ведущая, Галина Топилина. В чем мое предназначение и кто я такой? Что я действительно хочу от жизни? Сегодня все хотят быть в тренде. Но что важнее, быть собой или слепо следовать за модными тенденциями? Или быть собой это и есть тренд нашего времени? Об этом спросим у психолога Ксении Дубининой. Ксения, здравствуйте! Галина, добрый день! Телезрители, добрый день! Есть у меня такая шутка любимая о том, что когда мне говорят «будь собой», я теряюсь и не знаю, кем из собой мне быть. Вот как вы считаете, почему в современном мире так сложно быть собой? Почему люди утрачивают этот навык? Быть собой — это про принятие себя. Прежде всего, про принятие своих эмоций, чувств, наших состояний. Ведь порой мы даже идем на работу, будучи совершенно в абсолютном нездравии. Но мы забываем об этом, закрываем глаза и та социальная маска, которую мы надеваем, следуем за ней. Мы боимся осуждения того, что люди скажут о нас, того, что скажут о нас наши близкие. Да я думаю, даже с детства мама или папа нам и нашим телезрителям говорили «а что о тебе подумают?». Так вот, причина банальна. Люди боятся быть частично осужденным, частично непринятым обществом, ну и как следствием самим собой. Именно поэтому они становятся ведомыми мнением большинства, да, и уже теряют связь с собой. А как понять, что эта связь, она на самом деле исчезла? На самом деле у нас у каждого в жизни есть один человек, и он самый главный. Мы забываем о нем, обесцениваем, иногда слушаем, но чаще всего не прислушиваемся. Как вы думаете, кто это? Ну, конечно, про себя речь идет, да? Вот, ответ абсолютно верный. Но если кто-то из нас или из вас ответил, что, например, это моя мама, ни в коем случае не обесцениваю роль ни мамы, ни родителей, ни детей, или, например, мой муж или моя жена, так вот, знайте, связь утрачена, связь потеряна. Потому что очень важно, когда вы сами находитесь в том самом, да, модное слово, в ресурсе. Но однозначно это то, что когда вы находитесь в том состоянии комфортном, которое позволит непосредственно и к окружающим выходить в приятном таком психоэмоциональном комфорте и той самой психологической зрелости. К чему приводит постепенный отказ от своих желаний, своих ценностей? Прежде всего, ну, наверное, от того, что мы живем как будто не свою жизнь. На самом деле, то, что в нашу жизнь очень плотно вошел интернет, оно и благо, как и однозначно, не самое такое полезное для нас качество, свойство того, что мы через замочную скважину можем подглядеть за чужой жизнью. И иногда перенести ее на свою, да, те самые сторис, когда мы подглядываем о том, как живут другие. Так вот, те самые маски, откуда мы их берем? Да даже просто подсматривая за популярными людьми и думаем, что, ну, наверное, мне тоже нужно так жить. А сами себя не спрашиваем, как же я хочу. Но невозможно же скрыться от всего того, что происходит вокруг. Мы смотрим эти сторисы, подсматриваем за жизнью других, учитывая, что у нас сегодня какое всесилие интернета и информации. Конечно, мы обращаем внимание на то, что происходит вокруг. Получается, нужно закрыться от этого, от всего? Нет, закрыться. Беречь себя? Закрыться не сможем, иначе как же жить в этом панцире? Однозначно, социум будет влиять и влияет на каждого из нас. Однако есть внутреннее «я», которое формируется и начинается еще с того времени, когда мы с вами были просто малышами. Формируется «я» до года. Следующие этапы — 2-3 года, когда мы себя уже отождествляем и определяем отдельно от самого такого главного, да, на тот период в жизни человека — это наша мама, когда мы уже отдельно от нее. До 7 лет у нас сформируется самооценка. Тот самый важный период, когда вы своему ребенку можете дать максимум, наверное, своей любви, и он правильно ее возьмет. Дальше следующий период самопознания, и это опять про то, когда мы знакомимся с собой, в какие моменты это происходит. Это пубертатный период юношеско-подростковый. В нем однозначно юноши и девушки ищут себя, ищут свой стиль, ищут свой тип поведения, кто они ведомые, кто они ведущие. И исходя из этого формируются уже ценности, с которыми мы приходим во взрослый мир. Поэтому мы не можем закрыться. Но важно на каждом этапе сначала через родителей передать ребенку важность того, что прежде всего его я, а потом уже все остальное, что вместе с этим приходит и идет с ним уже во взрослую жизнь. А получается, какой период самый уязвимый вот в этом плане? Где может человек терять связь с собой? Если возьмем совсем маленьких детей, есть одна прекрасная цитата, что мы можем дать своим детям, прежде всего, это любовь и образование. Я с ней очень согласна, на самом деле, про образование, оно у каждого свое, у каждого родителя свой подход. А касаемо любви ее много не бывает. Так вот, когда ребенок маленький, тот самый кризис трех лет, наверное, один из болезненных для родителей, когда они не понимают, что делать, и тем самым вот это внутреннее «я» ребенка, извиняюсь за тавтологию, ребенок и его внутренний ребенок, вот эти прекрасные части родителям иногда просто душатся. Ну, им так удобно. Так вот, связь эта непосредственно с маленького возраста и, возможно, потерять. Изначально это кризис трех лет, потом это та самая самооценка, потом мы собираем ребенка в школу, и не всегда это происходит через «хочу» и по любви. Так вот, потом, когда ребенок уже, так скажем, отделился от родителя и пошел в свою взрослую жизнь, юношескую, подростковую, тот самый период пубертата, первой любви, опять социальные нормы давят на нас, и здесь тоже важно, и родителям, и, возможно, значимым взрослым, потому что не всегда это мама и папа. Зачастую это может быть и бабушка, и дедушка, и дядя, и тетя, неважно кто. Они очень сильно влияют. Вот здесь как «ты сам взрослый», если, да, вот мы с вами куда-то летим, на самолете есть одна прекрасная фраза «наденьте маску на себя, потом на ребенка». Вот вроде бы она на самолете абсолютно точно применима. Но если мы перейдем на обычную жизнь, вот в психоэмоциональном подходе, она также работает. Когда мы с вами находимся в ресурсе психоэмоциональной стабильности, то, соответственно, и наши дети, и наши близкие чувствуют себя гораздо комфортнее. И мы помогаем и себе, и им не терять этой связи. Можно ли эту связь вернуть, если она в какой-то момент была потеряна? Конечно. Такие знакомства с собой, да, знакомство с собой — лучшее свидание в вашей жизни. Оно не всегда случается тогда, когда мы этого хотим. Мы вроде бы и познакомились бы, например, с собой лет в 14, как раз, да, чтобы правильно прикоснуться к той первой любви. Куда-то определиться с выбором места работы, а не потому что… или даже место образования, не просто потому, что нам кто-то сказал, что это лучший будет выбор, а исходя из своего внутреннего предпочтения. Так вот, есть случаи, и среди моих клиентов такие есть, когда такое знакомство не происходит и по истечении 50 лет. Человек жил по убеждениям, например, своего партнёра, супруга, и считал, что это нормально. Есть упражнения, и, дорогие телезрители, не отключайтесь, мы с вами обязательно ими воспользуемся, но чуть позднее, как вернуться к своему «я». А может быть, сейчас какое-нибудь такое, ну, вводное, простенькое упражнение? Начнём, да? Начнём, давайте, прямо сейчас. Есть такой прекрасный научный труд Роберто Ассаджиоли «Психосинкс». Он называется, мы туда с вами не пойдём, но одно из прекрасных и достаточно простых упражнений — это автобиография. Я думаю, мы все с вами в школе писали, как я провёл лето. Ну вот дети тоже точно скоро начнут писать, когда вернутся с каникул. Или на работу устраиваемся и тем самым пишем, а кто же мы и что же. Так вот, дорогие телезрители, что я предлагаю сделать? Возьмите листочек А4, а, возможно, вам понадобится и больше, потому что биография у всех разная, и смотря в какое время наши телезрители к ней подойдут. Возьмите листочек, напишите на нём «Моя история». Ваша ведь? Побудьте в этот момент писателями, ведь это важно, и пишите о себе, как о каком-то другом, в третьем лице. Это важно. Так вы сможете более безоценно подойти к своим событиям. Потому что сквозь призму времени мы иногда помним только плохое, а иногда только хорошее. Поэтому пишите, что, например, маленькая Ксюша была счастливым ребёнком. То есть о себе в третьем лице. Начинайте с первого воспоминания. Оно может быть в два, оно может быть в пять, а может быть вы помните уже сразу школу. Это нормально, у каждого период свой. Потом не забудьте о том, как вы учились в школе или ходили в детский сад. Тоже описывайте. Насколько будет полной ваша история, зависит от вас. Делайте это в спокойной обстановке, чтобы никто не отвлекал, никто не тревожил. По времени вы себя не ограничиваете. Пишите ручкой, карандашом, что вам максимально комфортно. Опишите обязательно первую любовь. Она имеет большое значение потом в отношениях уже взрослых, когда мы только прикасаемся к этому такому неземному чувству, а потом проносим его сквозь всю жизнь. Где закончится ваша автобиография, ваша история, решать вам. Но предлагаю заглянуть и немножко вперёд. Такие излюбленные вопросы на собеседование, а где вы себя видите? Дорогие телезрители, а где вы себя видите? Через 5 лет, через 10, а может быть через неделю. Вот пусть ваша автобиография этим и закончится. Вы её пишете в приятной обстановке. И на какое-то время о ней забываете. Это имеет прекрасный терапевтический эффект, несмотря на его простоту. Вроде бы что такое написать про себя. Но, исходя из опыта моих клиентов, те паттерны, которые считали они максимально сложными и явными, помогали их даже несколько приглушить. Те чувства, которые были негативными. Потому что ведь в истории не всегда всё было хорошо. Иногда что-то и негативное, иногда что-то и позитивное. Описывайте всё, что вы считаете нужным. А как это работает? Как это помогает познакомиться с собой? Мы не всегда можем что-то сказать. Даже своей маме. Вроде бы казалось, это человек, который выполнял самую сложную работу, строил наше тело, наши органы, наш мозг. Но мы потом, спустя время, спустя годы, не можем ей довериться. Также есть отношения в семье, когда, может быть, это прекрасная семья, но у них нет того контакта, который бы позволял им доверять друг другу. А лист бумаги вы ему можете доверить всё, что хотите, абсолютно все ваши секреты. И то, что мы проговариваем, в частности, психологическое консультирование и сессия, в чём иногда даже залог определённого успеха. Когда клиент записывается к психологу и даже не приходит, было исследование о том, что вот тот факт, что он уже захотел записаться и записался, но не пришёл, ему даже уже здесь становится лучше, несмотря на то, что самой сессии даже не состоялось. Тем самым вот эта моя история, она позволит вам раскрыть те тайны и секреты. Поверьте, они сами с собой будут выходить, чем больше вы будете писать. Вот примерно так это и будет работать. А важно именно писать рукой или можно на компьютере? Важно писать рукой. Спасибо за уточнение. Пишите, выберите карандаш, ручку, но, пожалуйста, сделайте это рукой. А почему? Неумолимая связь письма и мозговой деятельности. И не зря вся наша школа, да, она основана именно на письме рукой. Хоть сейчас есть и какие-то более инновационные внедрения, но всё-таки моя рекомендация, как это у Роберто Асаджиоли в его трудах, это только письмо. Хорошо. Зеркалу поможет познакомиться с собой? Зеркало на самом деле прекрасный наш союзник. А у милых дам, я думаю, вообще отменный. Вот на самом деле, если даже просто представить, сколько раз дамы к нему обращаются за день, ну, мне кажется, сложно сосчитать. Особенно, когда мы куда-то собираемся. Ну, 10, 20, 30, непонятно, неизвестно. Так вот, с детства мы с зеркалом очень тесно соприкасаемся. О чём это? Мы чистим зубы, умываемся. Позже молодые люди бреются. Дамы наносят макияж. Первые девичьи секреты, когда у мамы достают помаду или тени. Так вот, зеркало с нами с рождением, можно сказать, да, с того самого одного года, когда ребёночек подходит и уже начинает осознавать, что там он. Так вот, даже было исследование о том, что человек в зеркале и на фото, вот в зеркале человек чувствует себя лучше, и он кажется себе там красивее. Поэтому зеркало — это отличный союзник, но предлагаю смотреть глубже, на нём не останавливаться. Хорошо. Ещё вот такой вопрос про знакомство с собой. Не будет ли это казаться какой-то, может быть, зацикленностью, эгоизмом, когда ты обращаешь внимание на себя и к себе, вот так вот, если со стороны посмотреть? Всё о себе, да о себе, любимому. Так может показаться. И кажется, что отношение с собой — это уже что-то на самом влюблённом. На самом деле понятие эгоизма и здорового эгоизма, подчеркну, здорового, в этом нет ничего предрассудительного. Здесь опять как с той самой маской. Если мы не познакомимся с собой, как же мы можем знакомиться, например, с нашим мужем, с нашими родителями, с нашим ребёнком? Мы живём эту жизнь, и вроде бы она нормально идёт. Однако всегда есть моменты, где можно что-то улучшить и сделать комфортнее. Но вот в тему знакомства с собой наверняка у многих первая мысль возникает, как я могу обращать внимание больше на себя, знакомиться с собой, если у меня там семеро по лавкам, ремонт, ипотека, больной зуб, что-нибудь там ещё. Квартальный отчёт. Да. Куда деваться. Безумный-безумный мир. 24 на 7 не хватает. 100% времени у нас всё время проходит в кутерьме, и что же делать? Однако, если мы на какой-то момент не остановимся, и на самом деле много времени не надо, даже тот самый инструмент «Моя история» выбирайте 5 минут в день, но эффект будет гораздо больше, эффект будет на гораздо больше времени. И тот самый, например, понятие такое «достаточно хорошая мама». Вот в чём оно? В чём оно и как оно можно его так разложить по полочкам? Достаточно хорошая мама проводит с ребёнком время полноценно и отдавая себя полностью. Поэтому иногда я опять опираюсь на исследование, что та мама, которая была с ребёнком 2 часа в день, ну, например, остальное время работала, и та мама, которая провела с ребёнком 12 часов, ну, например, отвлекалась постоянно на бытовые дела, ну, а куда без них? Отвлекалась, например, на гаджеты, телефоны, кино или сериалы, не важно что. Ну да, психологи говорят, важно качество, а не количество. Качество времени, абсолютно точно. То самое качественное время. Так вот, если вы будете проводить время с собой качественно, то оно повлияет и на вашу жизнь, и на это не нужно его много тратить. Как показывает практика, именно таким людям, которые, ну, бросая какие-то, может быть, свои дела, даже тратя пусть 5 минут в день на себя, уже родные как-то начинают косо на них посматривать, и наоборот советуют обратиться к психологу, что, может быть, там вот, как бы нам вернуть всё, как было, что мама была только с нами. Ну вот, например, как в данном случае выстроить своё взаимоотношение с близкими, чтобы они тоже стали принимать этого человека, который хочет познакомиться с собой, и, в общем-то, не мешали, грубо говоря, этому процессу? Ну, есть такой интересный вопрос. Галина, как съесть слона? Почистём, по кусочкам, постепенно. И вот, конечно, если мы с вами новой версией себя, так ещё и улучшенной такой, обратим сразу в семью, возможно, действительно, у мужишок дети не в восторге. Так вот, как и со слоном, предлагаю постепенно начать с собой знакомство. Так вот, ещё и близких своих как можно замотивировать? У мотивации есть всегда два начала и два конца. Кнот и пряник в народе известны, а в психологии мотивация от и к. Но вот моя любимая и излюбленная — это мотивация к. Поэтому, например, пообещайте вашим близким, что знакомство с собой, а именно с вами, принесёт, например, ребёнку, ну, как минимум, более такую спокойную маму, такую, наверное, более вовлечённую, так пообещайте, например, им провести весь день вместе. Тот самый социальный диджитал-детокс, когда вы не обращаетесь к телефону. И действительно, те перемены, которые могут происходить после того, как вы будете всё глубже заглядывать внутрь себя, они необратимы. Потому что, опять, наши близкие привыкли к нам одним. Как зеркало. Мы смотрим каждый день, привыкаем, привычка выражает симпатию. Так вот и близкие привыкли, и нового-то ничего не хотят. Особенно, когда это очень удобно, и ничего не нужно менять. Об этом-то и речь, да. Поэтому пообещайте что-то приятное. Может быть, вы все сходите в ваш любимый ресторан, а может быть, сходите в кино. И вот эта мотивация к, возможно, позволит вашим близким более чутко и с заботой относиться к вашей трансформации. А можете порекомендовать какую-нибудь литературу, может быть, вот на тему знакомства с собой? Может быть, наши телезрители захотят изучить более подробно этот вопрос? Однозначно порекомендую пять книг, которые помогли мне, когда я начинала свой путь в психологии, так же и моим клиентам. Прежде всего, мы сегодня будем об этом еще говорить, это прекрасная ролевая модель Эрика Бёрна. Книга так и называется — «Люди, которые играют в игры». Есть вторая книга, она продолжает. Ее — это игры, в которые играют люди. Но сначала обратите свой взор на первую. Она позволит вам вот ту самую рулевую модель, ребенок, родитель, взрослый, я думаю, все хорошо о ней знают, это научно-популярная психология, чуть глубже понять, понять про себя и про своих близких. Вторая книга — это книга «Ответ» Аллана и Барбары Пис. Это семья психологов, они тоже занимаются научно-популярной психологией, проводят исследования. В книге много про старитейлинг. Я думаю, каждый из нас найдет там свою историю, частичку себя, того, как, возможно, в череде дел там так же мы забывали о себе, а может быть, о своих близких, о своих семье, что-то ставили на первый план. Еще одна книга «Подсознание может все» Джон Кеха. Несмотря на ее очень узкий формат, она буквально вот такая по своему размеру, она очень глубокая по содержанию. И легко читается, что тоже немаловажно, когда ты не хочешь глубоко погружаться, а хочешь даже что-то в удовольствие прочитать. Еще одна книга, она моя любимая, «Похвалите меня, пожалуйста». Там та самая книга про излюбленный, и, думаю, хорошо известный всем, «Комплекс отличницы», «Синдром самозванца». Тоже сейчас такие в тренде эти социальные формулировки. Вот там вы про них узнаете. Про ту самую достаточно хорошую маму. Книга на исследованиях, поэтому много будет и фактов, и такой литературы, которая поможет нам с вами в знакомстве с собой. И финалит мой список. «Ребенок в тебе должен обрести дом». Автор Стефани Шталь. Есть ролевая модель Эрика Берна, и Стефани тоже вывела по ребенку определенную методологию, такую как «Сумрачный и солнечный ребенок». Книга достаточно трогательно написана, но тоже очень легко воспримется нашими телезрителями. Поэтому однозначно я вам их рекомендую. Про эти ролевые модели мы сегодня тоже поговорим немного попозже. Хотелось бы сейчас про чувства и эмоции немного поговорить. Как советуют психологи, что нужно прислушиваться к себе, к своим чувствам? Но всегда ли можно слепо доверять своим эмоциям и чувствам? Может быть, это какой-то сиюминутный порыв, а может быть, это чьи-то другие чувства и эмоции, просто которые мы отзеркаливаем, и нам уже кажется, что это наше, но это не так. Можно ли слепо доверять? Конечно. Наверное, в любом мотиве, в любом действии слепо доверять я бы не советовала. А как выделять вот эти вот истинные наши и чьи-то другие, которые в нас трансформировались? Есть на самом деле одно прекрасное упражнение. Оно у нас в блоке практически есть, но не будем ждать. Ну давайте, да, сразу, раз уж мы затронули эту тему. На самом деле есть прекрасное чувство, как саморефлексия. Саморефлексия, я думаю, тоже не станет новым для нас с вами. Что это такое? Это как каждый раз понимать, где ты. Где ты? Мы с вами сейчас в прекрасной студии. А что мы с вами чувствуем, находясь здесь сейчас? О чём мы думаем? И не всегда это то, что находится на поверхности. В когнитивно-поведенческой терапии есть один из таких базовых инструментов – это дневник эмоций. Дневник эмоций очень простой. Вы его можете в интернете найти. Это абсолютно такая простая табличка, но мы с вами тоже можем её воспроизвести. Что рекомендую нашим телезрителям? Это очень просто сделать и опять никуда идти не надо. Есть буквально 2-3 минуты, и ты занимаешься саморефлексированием. Вы опять берёте листочек бумаги и пытаетесь либо вспомнить, либо у вас что-то произошло. Вы описываете это событие. Ну, условно. Был день рождения, я испытал спектр эмоций. Возможно, от приятных до неприятных. Попытайтесь описать эти эмоции. Как можете. Если это достаточно косноязычно, это нормально. Потому что спектр очень большой, и мы можем просто написать «Я злился от того, что там, кто нужно, не пришёл». Или наоборот, был очень рад, что вся семья меня поздравила. Следующий момент того, как мы можем с вами дневник этот вести, это какие после эмоций у нас возникли мысли. Потому что то, что мы воспроизводим, а у нас в голове постоянным потоком 24 на 7, но за исключением сна, и то там тоже есть вопросики, как всё происходит. Какие мысли были, когда мы с вами вот об этом подумали? Следующий этап. Как это отразилось в теле? На самом деле тело прекрасные ориентиры, прекрасно показывает, как мы с вами вообще проживаем. Мы открыты или мы наоборот закрываемся? Позже мы тоже поговорим, как невербально роли в нас живут. Но вот в дневнике эмоций попробуйте понаблюдать. На самом деле много времени не надо. Попробуйте неделю и выберите действительно значимый. Возможно, это была какая-то неприятная ситуация на работе. А что там пошло не так? А как это в теле? Красные пятна по шее пошли от того, что сильно занервничал. А эмоции какие были? Вот это про это, вот это про рефлексию. Сегодня психологи советуют детей воспитывать уже вот самых ранних лет. Вот именно в этом ключе. Разбираться в своих эмоциях, понимать, что я чувствую в конкретный момент. Мне кажется, раньше так не было. Ну вот в наше время, когда мы были детьми. То есть уже вырастая, они фактически... Ну опять же, если родители занимаются в этом плане, то эти дети, они уже знают, кто я такой, знают, что они чувствуют. Значит ли это, что им в будущем будет легче, и они вот эту связь не утратят? Моё мнение, Галин, что будет легче. На самом деле, вы абсолютно правы. В моём детстве не было никакого дневника эмоций. Возможно, и хотелось бы его завести. Но как-то вот было вот так. Так, были определённые авторы у моих родителей на полках по детской психологии, которые сейчас сообществом, несколько сказать, не только их не восхваляют, но к ним не прислушиваются. То есть у каждого времени есть свои герои. Вот герой нашего времени о том, как, наверное, помочь мамам и папам, это, я думаю, вы тоже её знаете, Людмила Петрановская. Это очень простой язык, который позволяет, прочитав, сразу взять в дело. Это книга «Тайная опора». Вот из разряда «будет легко», но что делать-то, да, как легко, чтобы было? Отчасти мы даже не понимаем, почему в определённом возрасте, да, почему ребёнку от двух с половиной до трёх с половиной, а мы не понимаем, что с ним происходит. А оказывается, что кризис с трёх лет, он вот примерно так и протекает, и вообще до четырёх может идти. Вот на самом деле психологическая такая подководность и грамотность, она позволит вам и себя чувствовать лучше, потому что, когда ты знаешь что-то, ты более уверен. Так вот, обратитесь к Людмиле Петрановской. «Тайная опора», потом у неё отличная книга о том, когда «Self made mama», о том, когда мама и работает, и воспитывает ребёнка. Вот эти книги тоже смогут помочь. Спасибо большое, Ксения. На этом мы прервёмся. Мы обязательно продолжим в следующем выпуске раскрывать тему знакомства с собой, немножко про процессы, узнаем, проведём какие-то практические упражнения. Ну, на сегодня это всё. Это была программа «Разговор по душам». Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова